такой вопрос с одной стороны гуру это принцип такой вот ну как бы коллективное также понятие общество ващнау с другой стороны гуру также эта личность и насколько важно что важнее понятие гуру татву или понять гуру как индивидуальность вот так как человека принцип это как свет от огня мы должны знать откуда свет исходит принцип гуру татвы это знание да это принцип передачи знания форм передачи знания старшего к младшему там шикше есть ученики шикше наставляющие есть указывающий путь варна продаж и к гуру это это свет от огня а есть источник этого кришна как изначальный гуру да и прообраз этих отношений это отношение дикше ученика дикше гуру что он только один нужен только один тут личностной концепции от нее исходит стратегия принцип от личностной концепции иногда у ващна также возникает такая сложность что гуру далеко с одной стороны гуру должен быть рядом чтобы помочь ему избавиться от ложного эго а с другой стороны ну вот бывает так что ученик не может быть близко принципе вообще где-то далеко живет они как бы нарушается вот эта связь с духовным учителем это ученик далеко не гуру ученик может быть далеко или близко потому что гуру вани и вапу две формы присутствия гуру гуру вапу временно он может быть там здесь там здесь менять место положение вообще покинуть какое-то место вани человек не должен прерывать эти отношения вани вапу может прерываться вани не должны прерываться это ученика зависит следовательно наставлению гуру вот что важно тогда он не чувствует разрыва чтобы почувствовать связь через наставление может быть как раз вот эта дистанция важно потому что я помню пример когда аджамила встречается с вишну дутами когда они уходят то он чувствует что несмотря на то что они ушли они как бы проникли в сердце помнит их то есть дистанция может быть для этого важно да видимо для этого как это объяснить то что многим все равно тяжело они как бы не могут почувствовать именно внутренние взаимоотношения привыкли внешне общаться с опытом с опытом вначале почему это важно да почему важно физическое присутствие потому что еще нет опыта духовных взаимоотношений с духовной точки зрения разрыв вообще не существует ни с богами на сверхдушой не с гуру не с одним же существом все навечно связаны все люди на смотрели точки зрения конечно же есть расстояние время нас разъединяет что-то на физическое физические законы вот мы учимся видеть мир духовными глазами развивается знание конечно а это через служение гуру служение гуру мы всегда чувствуем его присутствие если мы служением просто следом его наступление но как я сказал с опытом приходит из сверхдуши мы тоже не видим так тогда должен быть физически воплощенный кто-то для восприятия физического это духовный учитель обычный человек физически воплощенный не может быть представить сверхдуши обычный человек должен быть вот штор триам брамаништам тогда он считается воплощением сверхдуши физическим воплощением сверхдуши он говорит то что говорит сверх душа и сердце. Должно говорить. Таким образом, человек начинает соизмерять наставления Гуру, выполняя их собственным сердцем и входит в этот контакт, что Гуру всегда внутри. Бывает другая крайность. Ученик боится, наоборот, боится близко общаться с Гуру. Есть может быть страх, и он боится близко подойти или что-то спросить. Он слышал, что Гуру это как огонь, что, если он приблизится, мало ли, может быть, он какое-то оскорбление совершит. Точно. Обязательно совершит какое-то оскорбление. Как? Один ученик говорит, Прабхупада, я служу Радхи Кришне Божеством, иногда и совершаю оскорбление. Ты слушаешь Радхи Кришне, говорит, это и есть оскорбление. Когда мы слушаем духовное учителя, мы не сразу слушаем чисто. Слышим чисто. Естественно, что будут какие-то недостатки. И одна ученица Прабхупада не приходила на лекции страха. А он заметил, спросил, а где она? Прабхупада, она вас боится, говорит, приходит. Прабхупада сказала, пусть боится, но приходит слушает. Я такой грязный, гуру такой чистый, я не могу туда прийти. Он говорит, все, должна приходить служба. А где баланс между следованием? Вот ученик должен следовать за гуру. Бывает, что он понимает это как какую-то догму, то есть, что он должен просто слепо повторять что-то. И где баланс между свободой? Вот ученик в бхакте, оно же проявляется в свободе, там есть дух такой вот свободы. И в то же время есть наставление к гуру. И есть такая позиция, когда ученик, он слепо следует, просто вот механически неосмысливая. А с другой стороны, когда говорят о свободе, то появляется такая, ну как бы, может быть, нехорошая независимость. Свобода, она связана с видей, знанием. Когда человек обретает вид, он обретает свободу. А чтобы обрести знания, он должен научиться сначала вот просто тупо изучить алфавит, буквы. Это просто слепо. А почему А не знает, Б? Почему Б? Не знает вообще. Зачем? Почему такие знаки? Почему так все? Потом слоги складывать, но когда он уже начинает прочитывать слова и читает книги, он тогда обретает знания. То есть, есть какая-то вот математика, да, а потом уже арифметика, потом уже алгебра, потом уже высшая математика. Значало просто тупо 1, 2, 3 таблицу умножения. Тупо нужно запомнить таблицу умножения. Учил таблицу умножения? Ну да. Я учил, меня заставили просто силой. Я думал, когда я посмотрел на эту оборотную сторону в тетради, ну кто это вообще выучит, да, так казалось. А мне сказали, надо выучить и под страхом смерти я выучил таблицу умножения сразу же, за один день. Да, но потом я стал уже спонтанно применять цифры. Поэтому какие-то вещи мы слепо просто принимаем на основе этих вещей, которые мы принимаем, мы уже начинаем понимать что-то. Насколько важно ученику природу, свою природу раскрыть? Потому что с одной стороны цель, она такая далекая и на этом пути человек должен запастись каким-то энтузиазмом, счастьем таким вот, может быть, даже, он связан просто с его природой. И вот насколько важно на пути предного служения именно свою индивидуальность открыть? Представляете, такой путь у нас далекий. У нас в рюкзаке, скажем, там, булка хлеба. И вот мы рассчитываем, так, как нам дойти, вот сколько там хлеба в сутки съесть, да, и выясняется, что нужно съесть буквально по 20 грамм в сутки. Не дойду, да, не так все. Если бы касалось наших сил, то мы столько собой провизии бы не смогли даже взять на такой путь. Столько энергии у нас нет. Сколько бы ни старались накопить своими силами, мы не можем дойти. То есть, это организованный путь уже. Например, вы идете в место паломничества, в Тюрупаде, пешком. Вы должны подняться, там очень такая скезоза серьезная, нужно подняться круто там, четыре часа нужно подниматься вверх, идти пешком, босиком. И паломники, это жара может быть изнурительная. И в какое-то время там даже не было тени, представьте, люди шли. Не было воды поблизости. Это серьезная скеза. А сейчас, смотрите, путь организован. Они сделали ступени. Навес от солнца. Через каждый километр-полтора примерно, да, есть, вода продается. Даже сладости, напитки, фрукты, какие-то закуски простые. То есть, все организовано. Путь Бахчук, он хорошо организован. Вы проходите, а там оказывается у вас и то это есть, и это есть. Я-то думал, да, как, знаете, одни старики из деревни собирались в город, что там они в деревне, они картошку сажают, а морковку, капусту, там у них дела. А тут в город нужно ехать. Что они берут с собой? Ведро картошки. Это бабушка собирает, а старик говорит, ты куда это берешь? Как в город, а что вам есть? Ты, говорит, будешь ведро воды возьми туда. Это же город, там все есть. Это же бхакти. Там есть все, о чем вы думаете? Куда вы собираетесь? В пустыне, что ли? Одна преданная сказала, Грума Харач, я чувствую, что не попаду в духовный мир. Сказала там, за несколько дней до ухода, потому что у меня привязанности материальные. А к чему ты привязанность? Я люблю помидоры. Говорит, нормально. Там на его комнате столько помидоров. Говорит, почему-то, что там нет помидоров. Там есть, там лучше помидор, чем здесь. Так куда мы собираемся с вами? Пришли к Кришне, там есть нечего, показать. Но все-таки надо дагуна карма, варна человека, она важна или нет? Потому что он уже не сразу чувствует эту связь с Кришной. Сразу. Природа нужна, чтобы именно почувствовать. Именно через природу. Природа дается Кришной. Это его природа. Вот именно через природу мы начинаем сознавать Кришну. Причем душа проявится, проснется. Вот такой распространенный тоже вопрос. Что означает служить гуру? Иногда, вот сегодня вы говорили тоже на лекции, что иногда мы понимаем это как что-то такое внешнее, просто посидеть джапа, прочитать полчаса. Внимательно мы не можем. Все-таки вот служение гуру это что? Это что-то внешнее или это вот именно внутренний процесс? Вишна Чак-чак-чак-чакур, он же пишет об этом. Маха-прабху-киртану, нириття-гита, вадитран, маддян-манасу-харасена. Вот с этого момента начинается уже служение. Служение, когда он перенимает это настроение духовного учителя. Что он радуется, танцует, воспевает, манаса-раса. Он испытывает это в уме расу преданного служения. Счастье. Вот это и есть преданное служение. Вот это дух. Потом следующий текст говорит, шривиграха, да, радхана нитянана. То есть он служит божеством. В этом настроении, да, вот он переносится на служение божеством. Затем, когда мы служим божеством, мы получаем что от них? Прасад. И когда мы получаем прасад, милость, мы можем осознать и грижатхи и Гришны. Как они тоже едят в духовном мире, допустим. Мы начинаем понимать, да, что такое. Он начинается с того, что махапрабху киртана наритягита. То есть мы входим в киртан с духовным учителем. Это и есть тот самый дух служения, который потом развивается в дальнейшем образом. Поэтому в конце объясняется, есть апрасадат, бхагават, просадат. То есть без милости духовного учителя это нельзя получить. Только от него. Продвигаться духовно в преданном служении можно только по милости в гуру. Вот и самый такой важный тоже вопрос. Мы знаем, что самое главное в духовной жизни это удовлетворить духовного учителя. Это на самом деле сложная задача. И как это можно? В чем секрет? Как сделать так, чтобы гуру по-настоящему был доволен учеником? Конечная цель Шикша и Дикша гуру – это ученика вернуть к Богу. Так, связать его. Навечно на преданное служение с Верховной Личностью Бога. И вот до этого момента всегда гуру чем-то будет недоволен, пока ученик еще не связан с чистым преданном служении. Вечный принцип. Все еще будет проявлять некое недовольство. А каков же секрет? Все-таки как ему? Что делать ученику? Потому что у гуру нету ложного эго. И допустим, ну обычному человеку можно что-то подарить, как-то на него произвести впечатление. А гуру, у него нет материальных желаний. И как же ученику именно вот, ну как-то вот действительно повлиять на эти отношения? Один пример, что я вспомнил из жизни прабхупады. Насколько точно вас произведу, не знаю, но смысл. Прабхупады сидел в комнате и ждал учеников, членов GBC. Саньясу приняли многие уже, были такие видные ученики прабхупады. Выдающиеся личности. И они заходили, рассаживались для очень важных каких-то решений, обсуждений о движении, о миссии. И прабхупады не проявлял какой-то особого счастья там. Удовлетворения какого-то. Просто была такая деловая атмосфера. Когда они пришли, расселись, туда еще пришла какая-то девочка, чтобы поправить там букеты, там простые вещи какие-то, и там что-то вытереть. Вот, такой подросток. Прабхупады был очарован для услужения. Это настолько было очевидно всем, что все саньяси, они тоже обратили внимание на эту девочку маленькую и поняли, что они должны быть проще. То есть прабхупада удовлетворяет именно вот как бы смиренное служение, не просто служение великое, а смиренное служение. Пусть оно будет великое, но в смиренном состоянии духом. Тринад, описывание, чина. Другой президент храма, он вспоминает, говорит, я готовился там, руководил там, мыли храм, там комнату прабхупады готовили, что-то там достраивали. Вот прабхупада приехал, и все, кто были заняты, там ночью не спали, что-то такое было. И прабхупада, он там цветы стал раздавать ученикам, или просто так вот смотреть в глаза каждому, кто там был, присутствовал, понимал, что они много служения сделали. А я, говорит, стоял, думал, что я это все организовал для прабхупады, то есть особое какое-то свое положение чувствовал. Прабхупад, говорит, так, шел, смотрел, улыбнулся этому, этому. Думал, до меня очередь дошла, он, оп, через меня, ведущий его, говорит, опять понял, что тут нужно быть в смиренном состоянии духа, чем бы я ни занимался. Почему так? Потому что смиренное состояние духа – это безопасное положение. Гуру будет спокоен, видя, что ученик смиренный. Когда ученик гордится, гуру беспокоится. Каким образом гуру устраняет ложное эго ученика? Есть разные мнения, что это как-то больно должно быть, или какая-то операция. Как именно это происходит, за счет чего? При помощи внешних факторов иногда это бывает, какого-то замечания резкого это может быть, или при помощи внутренней энергии, когда ученик начинает созревать сам до этого по каким-то симптомам поведения гуру, начинает чувствовать это. То и другое бывает. Гуру непостижим для ученика. Если вообще ученик внимательный, гуру учит его просто своим поведением. Он может даже не говорить какие-то наставления прямо. Если невнимательный, тогда да, он может на лекции что-то раскрыть, или даже лично что-то сказать, когда нужно, что касается служения, например. И по этому фрагменту, моменту, где очевидно, что ученик совершает ошибку, как в этом деле, он будет также понимать и внутренний смысл. Опять же нужно знать, что такой момент пришел, потому что бывает, что ученик и не понимает, в чем его недостаток. Ну просто ошибся, ошибся, думать, ничего страшного. Да, он не понимает, в чем его недостаток. Ну все же ошибаются, я ошибаюсь, не предотвращение этому. Поэтому тут нужны моменты, и тут нужна помощь сверхдуши. Гуру не действует без помощи сверхдуши. А какая между ними связь сверхдуша и гуру, они идентичны или это все-таки? Да, это буквально проявление, внешнее проявление сверхдуши, буквально. Но по отношению только к своим ученикам, уже по отношению к другим людям нет. То есть ученик должен изнутри, как голос совести, это почувствовать так же, присутствие гуру внутри? Да, ученик должен иметь совесть, в конце концов. Хоть какую-то, да. Подразумевается, что совесть есть у него, он же ученик. Поэтому, если у ученика обостренная совесть, уже такая, да, он может просто по поведению гуру понимать много. Да, вот этот интересный момент, ученики, многие думают, а как понять, что гуру думает обо мне? Как он меня видит, как понимает? Ночами не спит, думает. Фотографию смотрит и плачет. Не придумывайте. Он думает по-другому, не так, как вы думаете. Думает по-другому. Гуру таттву понять нельзя до конца. У меня же тоже есть гуру, так? Я его тоже не могу понять до конца. Гуру таттву нельзя понять до конца. И так же, как нельзя понять намерения родителей, тоже до конца никто, ребенок не поймет. А каковы признаки, что отношения с гуру нарушились? Как это может очень почувствовать? То есть разрушены ты имеешь в виду или как? Ну, может быть, да, разрушены. Ну, а если он не следует принципам, наставлениям, да, может быть такой. Может быть такой. Остывая, да, железо без огня, к нему снова возвращается материальное желание, материальные оценки, мысли о заботе о себе. И он начинает думать, во мне тут никто не заботился, денег не платили, я тут много делал, это остывает железо. Начинает заниматься материальной деятельностью, чтобы что-то иметь. Может быть, необычный вопрос такой вот. А может быть, дружба между учеником и гуру? Или это будет мешать? Когда Кришна с Арджуной разговаривают, то в какой-то момент беседа перестает быть дружественной, а в другой момент там есть элемент дружбы. Я видел, как мой гуру Махараджи общается со старшими учениками своими, или со мной, допустим, или с начинающими. Я видел по-разному, да, и также видел такую примесь дружеской расы, да, допускается такое. Вообще, по определению, гуру – это друг. Но ученик не думает, что он является другом, что он ему является другом. Но гуру – это друг. Но ученик не считает, что он ему такой же друг, равный. То есть элемент. Главное, как бы, раса – это дасе, служение. Но элементы сахи обязательно должны быть, как между отцом, взрослым сыном, может быть, крепкая дружба. При этом есть, конечно, различия. Иногда, вот вы говорите о том, что есть проблема, такое ощущение личной неудачи у каких-то учеников, у преданных, когда недолго практикуют, какая-то некая такая серая зона, в которую он попадает, и никак не может выбраться. С чем это может быть связано? Есть книги Шиламбрапады, есть гуру, есть процесс. И, тем не менее, иногда случается такое. Как этого избежать? Индивидуализма? Да, бывает, что человек не пускает в свою жизнь никого. Есть такое пространство у нас в сердце, куда мы никого не пускаем. Будь то даже Кришна не пускает в него. Или гуру. Это моя жизнь. Моя личная жизнь. В этом случае может такое произойти. Такое настроение может произойти. Чувство личной неудачи и отделенность. Отделенность. Потому что я не пускаю туда никого. По каким причинам это может быть? Это может быть, потому что стыдно признаваться в каких-то грехах. Я не пускаю туда никого, держу при себе. Это одна из причин. Другая причина – это плохое сознание. Это десятое оскорбление, которое человек сохраняет в каких-то материйной привязанности. Сам считает себя хозяином своей жизни. Сам решает, какие наста не принимать, какие не принимать, и когда принимать. Отделенность подчеркивает. Это плохое сознание. А каковы главные качества ученика? На что он должен именно обратить внимание? Прани-пад, пари-прашна, севая. Эти три вещи, как три кита. Всегда должны быть у нас. Прани-пад – это как дан-дават. Почтение, да? Всегда. Абсолютное почтение гуру. Паре-прашна, всегда есть вопросы, мы всегда спрашиваем, всегда хотим от него получать наставления, знания. И всегда готовы к служению. Служим постоянно. Вот эти три кита всегда должны быть. А каковы отношения гуру, ученика в духовном мире? Иногда спрашивают, будет ли гуру вот так же, вот он выглядеть, внешне, и как бы мы узнаем его, или как это будет продолжаться? Святой, старый, в духовном мире, да. Вот, в только что выглаженном тхоте, утюгом паровым. Не придумывайте. Внешность гуру как таковая, она, ну, как сказать, не имеет решающего значения. Лишь в том смысле, что эта внешность связана с его духовной силой, с его духовным присутствием в этой внешности, лишь, да, только в этом. Например, вот человек жил в этом доме, и там табличка, вот этот писатель там какой-то, или политик большой, видно, вот в этом доме, вот этот дом, только потому имеет ценность, что там жил вот этот, там душа такая была, только с этой точки зрения. В этом смысле. Но душа, которая жила в этом доме, она имела свой облик, свои качества, как бы, свои, свое поведение, дух. Вот этот дух мы и воспринимаем, изучаем духовного учителя. Именно вот этот его дух, находящийся вот в этом теле, который он использует для служения. Мужское тело, это может быть, женское тело, может быть, разного возраста, национальности. Это детали, которые вообще в шастрах не обсуждаются. Любое тело. Если там душа, как бы, находится продвинутая, да, брама ништам, утвержденная, это духовный учитель. И с этого момента нам это тело напоминает о духовном присутствии, фото, допустим, неотличное воспринимание его, в этом смысле. Но когда оставляя тело духовное учителя, то это может принять другой облик. Но мы можем узнать по духовным отношениям, если мы их развиваем. Это несложно. Это несложно. Это как в материальном мире люди узнают друг друга. Раз, понравился. Все очень просто. Вопрос о Шиле-Правопаде. Все-таки Шиле-Правопада являетесь ли он Шахтя-Веши-Аватары? Или нет? Он же обладает таким особым могуществом. Нет, ну ясно, что это Шахтя-Веши-Аватары. Очевидно, уже становится так. Кто это мог сделать? Никто. Ну, я так думаю, это не написано в Агватаре. Но он насчет сенопатии бакты говорил, Господь читает, что он сенопатии бакты придет мой, имя он не назвал, но по деятельности мы узнаем, что это пропадет. Вы говорили также, что скоро придет много, много проповедников, много духовных учителей. Как это будет выглядеть? Мы должны для них создать атмосферу, вы говорите, ну, какую-то подготовить почву. А что это означает? Означает это научиться сотрудничеству? Что-то еще? Это означает, что каждый из вас должен стать духовным учителем со временем. Откуда они еще придут? Не до что ли спутать? Обычно все ждут кого-то. Ну, НЛО, он прилетит, я думаю, да. Какую-то там команду выдаст. Вы должны стать духовным учителем. Вы смотрите на тела, а друг друг думаете, совсем не то. Это тела только. Тело станет инструментом, и все. И все. Больше ничего от него не останется. Все остальное займет душа. Спасибо большое за внимание, дорогие и преданные. Спасибо, Гурма Харадж. Харе Кришна. Всем удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok